Привет, друзья! С вами Лена и мы готовим торт из кабачков. Обычный торт подают в конце застолья, а наш торт уместен в любой момент и как закуска и даже как десерт. Ведь согласитесь, чем больше тортов, тем лучше! Наш торт приготовлен без муки на сковороде из кабачков и большого количества зелени с начинкой из красной рыбы и крема на основе творожного сыра и спелого авокадо. И если вам понравилось наше видео, подписывайтесь, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы видеть все наши новые рецепты. Поехали! Для начала займемся приготовлением теста. Нам понадобятся молодые кабачки. Мы их почистим, а затем натираем на терке. Добавляем соль, перемешиваем и даем настояться 10 минут. Теперь удаляем всю лишнюю влагу. Трем сыр на крупной терке. Добавляем яйца. Мелко-мелко нарезаем зелень. Все перемешиваем. Добавляем немного соли и перца. И тесто наше готово. Приступаем к готовке наших коржей. Нам понадобится сковородка с толстым дном, где-то 19 сантиметров в диаметре. Разделяем массу на три части. Нам нужно получить три коржа. И выкладываем на сковородку горячую смазанную растительным маслом. Слой обязательно должен быть ровный. И жарим мы на среднем огне. Примерно через три минутки аккуратно лопаткой переворачиваем наш корж. Делаем огонь еще меньше и накрываем сковородку крышкой. И продолжаем готовить примерно еще пять минут. Если корж у вас получается очень нежный и сложно перевернуть с первого раза, я предлагаю использовать вот такую технологию, которую я подглядела у испанцев. Они готовят так свой омлет тортилью. Можно накрыть тарелочкой аккуратно и перевернуть на сковороде. Опа! Видите, как легко получается. И теперь мы аккуратненько его спускаем назад, дожариваться с другой стороны. Таким же образом готовим и оставшиеся два коржа. Снимаем их на доску и даем отдохнуть и полностью остыть. А теперь приступаем к приготовлению нашего крема. Для крема нам понадобится очень спелый авокадо. Мы его аккуратно разделяем ножом пополам, удаляем косточку и ложкой достаем мякоть. Помещаем мякоть в чашу блендера. Обязательно добавляем сок лимона, чтобы наш авокадо не потемнел. И пробиваем до однородной массы. Не забудьте добавить еще зубчик чеснока. К пробитой массе теперь мы можем добавить охлажденный творожный сыр. Сыр для этого рецепта может быть любой, какой вам нравится. Главное, чтобы он был качественный. Пробуем на вкус. Если нужно, еще можно немного добавить соли. И еще раз пробить. Крем наш готов. Для начинки нам понадобится еще красная рыба. Вы можете использовать совершенно любую, какая вам нравится. Или соленую, или копченую. Главное, чтобы она была красного цвета. Это может быть рыба элитных сортов, а может быть обычная горбуша. Мы берем филе рыбы и нарезаем тоненькими слайсами. И внимательно смотрим, чтобы нам не попали косточки. Ну вот и все. Теперь мы собираем наш торт. Мы берем тарелку, на которой будем подавать торт. Дно тарелки мы смазываем кремом, чтобы наш корж не съезжал. Намазываем кремом. Затем укладываем аккуратно кусочки рыбы. Нам понадобится еще разъемная форма для торта. 19 сантиметров. Мы ее устанавливаем на тарелку и собираем наш торт. Дальше накрываем следующим коржом. И так до конца. Верхний корж нам нужно аккуратненько, ровно промазать кремом. Украшаем торт на свой вкус. Я использовала зеленый лук, свежие листики зелени, редис, огурец, помидорки, черри. Убираем торт в холодильник на час, чтобы он пропитался и застыл. Божественно! Так вкусно! Еще подумаешь, что и полезно. А как нарядно! Какое украшение вашему столу! Я очень довольна этим рецептом. Пробуйте и вы приготовить. Подписывайтесь на нашу страницу. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы видеть все наши новые рецепты. Ну и до новых встреч! Ваша Лена!